Ой, мои страхи были очень сильные, как многих в детстве недолюбливали, и мне не хватало любви. Начитавшись, наслушавшись всякого разного, я считала, что любовь надо достигать, заслуживать, что любовь должна прийти извне, через мужчин, отношения, окружающих, друзей и так далее. Создавая отношения, разочаровывавшись в них, я очень боялась вообще быть одной, остаться одной, то в отношениях, то в бизнесе. Будучи в отношениях, я была одинока, не понимала почему, как так, я же не одна. Я, создав свою карьеру потрясающую на телевидении, создав свою школу, танцев, несколько клубов танцевальных, сеть огромная, там, с пяти залов, все это потеряв, я сказала себе, что все, я через это все прошла, и через любовь, и через отношения, и через бизнес, и все это потеряла. Было очень тяжело, больно, сложно. Года три после бизнеса я не могла вылезти, после испорченных, разорванных, сломанных отношений у меня была медикаментозная кома. Я сказала себе, что все, хватит. Я боюсь этого повторения, я боюсь проживать это опять заново, и мои страхи мне сказали, что хватит, больше этого не будет, ни отношений, ни бизнеса, ничего. Но я прошла через это, пережила, и иду дальше. Создаю отношения, создаю свой бизнес, двигаюсь дальше. И сейчас я получаю от этого удовольствие, а не страдаю. Не страдание, как раньше. Я только страдала, страдала в отношениях, боялась, что я буду одна, останусь одна. Сейчас я одна с тремя детьми и создаю свой бизнес. Кайфую, получаю удовольствие. Интересно? Интересно, как? Каким образом? Какие инструменты использовала я, чтобы к этому прийти, добиться и идти двигаться дальше? Нажимайте плюсик, пишите в директ. Я обязательно поделюсь и расскажу про те инструменты, которые мне помогли и помогают моим ученикам, подопечным, клиентам. Называйте, как хотите. Главное, людям это помогает. И я очень рада. Я желаю вам избавиться от страхов и сомнений. Они нам не нужны. Они только тянут нас вниз, все ниже и ниже. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова